как же шикарно на улице и как же нам не хватает водички в доме это очень большая проблема для нас просто нет воды в доме надо ее решить джеки чего собака красавчик мой дождь льет да джек кто подписан на наш инстаграм вот на этот знают что мой любимый джейкоб сгрыз кепку так вот пришлось мне отправить туда свою пара на выходной теперь буду работать не нравится мне такие прямые козырьки ладно сегодня не об этом так вот мы залили полы все подготовили теперь можем смело уже заряжать нашу кухню но для того чтобы это сделать нам необходимо к насосу подключить всю насосную станцию купил для этого все необходимое вот все фитинги сейчас будем собирать а собирать мы будем самую самую простейшую систему чтобы у нас просто все работало работала за минимальные деньги в конце вам смету выложу поэтому те кто не подписан на канал друзья подписывайтесь а мы начинаем так братцы моя извечная фраза о том что у меня душа просто поет когда занимаюсь этой работой вы представляете наша котельная сегодня начнет наполняться наконец-то оборудованием и самое что чего мы очень сильно уже хотим это нормальный нормальный санузел и нормальную рукомойник что ли как по-другому умывальник да и посуду помыть вот чтобы не бегать нам до этого нашего с по капсулы сейчас по капсуле моем посуду самое главное что чего я хочу вот вам сейчас просто донести могу даже вот в такой небольшой пример это все переключить когда на пасеке мы построили домик отделали все классно и первое время жили еще при свечках при фонариках и тут мы покупаем генератор заводим его и у нас появляется свет и мы такие ничего себе хотя мы люди 21 века но тем не менее на пасеке появился свет появился компьютер появился телевизор видик у нас стало там просто классно и комфортно потом мы поставили там баню стали мыться в ней и в принципе стала автономная жизнь и вот именно это же самое мы сейчас семьей переживаем нашем доме каждый новый бонус появляющийся в доме он приносит такую прям ну восхищение восторг радость друзья цвета лирика так вот скважина которая семь лет не была вскрыта мы еще с вами откроем я потерял уже давно ключи за давностью лет сейчас я отпилю просто эти замки обрежу все что лишнее и нужно будет посмотреть что внутри вообще состояние насоса он там может быть в земле в песке потом начнем монтировать это оборудование для наши скважины для нашего водоснабжения дома вот так я выдернул маяки на днях сейчас это все подметаем все же не придет поможет мне и начинаем работу сейчас нам нужно поставить вот сюда обязательно обратный клапан на начало скважины сейчас мы этим и займемся так братцы советую вам налить кофе и посмотреть всего лишь одну секундочку хорошей сладкой рекламы от моей пасеки так ну и небольшое творческое отступление буквально на секунд 10 друзья не более мы снова взяли меда вкусного алтайского разнотравия также у нас есть таежный у нас есть василек да у нас много чего есть даже пыльца есть и прополис и перга и все что угодно поэтому переходите на наш сайт и и продолжим стройку вообще где-то я читал что обратный клапан ставится на высоте полтора метра от насоса но мне объяснили что все таки ставьте его сразу первым делом превращаемся в сантехников настоящих идем к нашим покупкам это мы будем с вами ставить компьютер потом это в конце сейчас обратный клапан воткнем первым делом а потом пойдем дальше в магазине в общем для металлопластика мне продали бочонок это после после клапана и вот такую штуку но здесь было вот сразу такая я думаю зачем мне изобретать вот такой велосипед если я могу поставить старую но она как бы я думаю еще поживет немало тем более час металлопластик мы обрежем по новой берем серый бочонок берем ленту жилья так смотрит интересно дальше а так применяется правильно я просто честно инструкцию не читал так все отлично это я так все теперь держим крепко так ссылка показывает что туда да да все правильно это идет дальше так ребят я первый раз сантехникой работаю поэтому если что-то делаю неправильно вы меня это чтобы я на будущее исправлялся теперь немножко логики смотрите вот получается вот эта штука стояла здесь значит мы должны обрезать металлопластик только вот это расстояние равно примерно семи сантиметром значит только я сейчас и обрежу все ок окажется все нет и теперь затягивает слушай я короче беру уже заявки на производство сантехнических работ на районе надо объявления подать телекомпрессию проверить еще раз я честно не знаю для чего я это делал 7 лет назад но традиция есть традиция не знаю зачем это делал но синяя изолента вы же знаете она же глупости конечно сейчас делал несусветные но я могу только одно посчитать за полезное для того чтобы эту изоленту сюда крутить она у меня держала с одной стороны трубу мой трос а другой стороны вот эту систему на первоначальных этапах главное чтобы наш шланг и трос были в разных позициях а запах серого водорода чувствуешь вот эта черная штука на и сера водорода наверное бактерии так чего теперь я вырубил правильное сантехническое решение друзья всегда от себя от себя крутим вот себя от себя я сейчас ставлю 32 американку и до чистовой промывки у нас все будет идти 32 трубой а потом пойдет по этажам 25 но дальше давайте забегать не будем походу сейчас все увидите помните видос зимой мы снимали про прокладывание трассы на баню из полипропилена как мне помнится тут был алюминиевый слой у меня не было зачистки и я тут изобретал болгаркой но потом так как доверие этой конструкции не было я решил ее перепаять на белый полипропилен сейчас это чешский у меня остался я думаю что надо его угонять на систему поэтому я приобрел зачистку вот специально сейчас сижу чищу она конечно не дочищает полностью приходится немножко ножичком и я немножко въехал с ней в пень именно вот на вот этом элементе тут небольшой фитинг и зачистить его руками тяжеловато поэтому я принял решение нагреть паяльник впаять в систему и уже в системе мне будет удобно его крутить снимать оставшийся слой я очень человек такой педантичный по жизни мне на что все было красиво и аккуратно а здесь получается все серый чешский полипропилен и белый у меня еще даже в системе зеленый как это потом все дело сделать красиво может покрасить баллончиком посоветуйте или гофру натянуть кстати вариант с гофрой нагреваем и клеим еще один момент смотрите очень много схем в интернете как правильно это все подвести в этих схемах куча ошибок например начиная от того что на расширительном баке не стоит кран и как менять случае чего случае протечки мембраны как менять сам кран никто не может подсказать поэтому кран я добавил еще кстати много людей писала про эти баки что при полном закручивании он начинает давить на мипель но как я понимаю все дело в том что просто колосник не закручен до конца и он немножко выпирает из системы я не думаю что мы с этой проблемой столкнемся отлично никаких заужений и все вошло друг друга и просто супер все таки вот эта штука творит чудеса зачистка для алюминия получается вот так из скважины фильтр и дальше ну как вы понимаете друзья сейчас я занимаюсь одним важным стратегическим делом я собираю всю конструкцию не показываю все досконально потому что тут все элементарно просто 32 труба выходит из скважины там где у меня находится насос и теперь обратный клапан поднимается вверх поворот здесь будет грязевик грязной очистки фильтр вот этот дальше мы поворачиваем на расширительный бак и потом я поставлю чудо средства рекламировать его не буду потому что вариантов очень много и кстати этот бы я не стал рекламировать потому что он производство не той страны которая делает качественную технику и это не китай к сожалению дальше мы пойдем с вами уже подключать горшки и смесители и так далее так в общем у вас картинки сейчас ничего не изменилось я уверен а у меня уже в подсознании очень много куча деталей которых я ошибся и взял подобрал неправильные сейчас женьку отправил она мне в обед должна все это дело привести а я пока займусь тем что сейчас протяну 25 трубу а может быть даже две двадцать пятки чтобы сразу и на горячую и холодную протяну поставлю хомуты и в шубке их аккуратненько вон там протяну над канализацией вот ну и пропаяю чтобы это все в шахту зашло дальше я переодел на 25 сейчас проработаю ей полностью все потом переодену 32 мне нужно будет вот сюда вкрутиться системой для холодное возоснабжение для полива тут будет грязная вода но пока все это временно потому что потому что все изменится когда мы поставим систему водяной очистки хороший и соответственно тогда вот эта вся шахта она будет переделываться уже по-другому сейчас все воедино а потом грязная вода пойдет отдельно чистая вода пойдет отдельно но это переделать уже будет не проблема совершенно хочу сказать что у этого перфоратора есть классная штука для сверления отверстий в потолке и второе перемотал изолентой для того чтобы случайно не пробить теплые полы выше этажом конечно там высота намного больше но тем не менее на всякий пожарный так все же не мне привезла то чего не хватало в общем за тройник менять не стали просто футерку добавили и сейчас я ее уплотню и вкручу акваконтроль тут поставим и вот тут поставим все а теперь отметки относительно 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 относительности по итогу хочется рассказать вам об этой схеме максимально подробно и максимально коротко вы видели насос из-под земли у нас идет вода там же стоит обратный клапан который не дает воде вернуться вода поднимается вверх по 32 трубе дальше она идет на фитинг который идет на дюйм дюймовая резьба на грязевике потом я поставил сюда американку хотя ее по схеме не было сейчас затянул американка для того чтобы если мне нужно будет вот этот узел разобрать то я откручу здесь американку откручу тут и это уберу могу вытащить всю скважину дальше опять идет фитинг поворот здесь идет тройник с дюймовой резьбой американка и кран крану сейчас мы подцепим еще резервуар который в простонародье называется аква генератор какой генератор как учет и несешь вообще какой генератор это называется гидроаккумулятор гидроаккум подцепим после этого идет опять фитинг с резьбой на которых крепится через бочонок крепится собственно сам аппарат он может быть любой я взял российского якобы производства ну и все дальше поворот здесь уже должен быть кран и после него чистый фильтр чистый фильтр ставить я не стал просто потому что сейчас нам нет такой необходимости мы будем сейчас питать только унитаз старый который на выброс потом пойдет и будем раковину на кухне как только сделаем водоподготовку нормальную я всю эту схему немножко переделаю добавлю добавлю небольшой апгрейд ну то есть здесь уже встанут у нас чистящие емкости и так далее сейчас моя задача подцепить грязную воду на улицу воду которая пойдет на туалет и на раковину эта штука еще сбросник потому что если мы мы в любом случае до зимы баню не построим а эта трасса идет в баню мне надо будет потом воду всю слить системы и продуть ее поэтому сейчас я вам туда кран добавлю чтобы там перекрыть здесь слить продуть и на зиму уже оставить знаете все хорошие мысли рождаются в нужное и полезное время я я сделал эту всю систему таким интересным обходом квадратом и почему бы не поставить сам бак именно в эту нишу если не нужно будет просто вытащу его оттуда и все и могу работать зато там будет такой свой уголок своя нишка специального для этих целей мне кажется это оптимальный вариант у меня такое ощущение что я так и задумывал слушайте не знаю как вам а мне что-то очень захотелось эту всю систему проверить до полной заварки до доделки вообще если компрессия как это все работает я щас накачаю бак и включу эту штуку так слушайте сейчас выходил за батарейками для камеры сели аккумуляторы возвращаюсь и прям так ну так уютненько только вот провод немножко вон там аккуратно сделать и что мне не нравится ну не очень эстетично это разные цвета хотя в принципе это все равно наверное сейчас все затянется в гофру ведь это же стоит закрыть утеплителем чтобы здесь конденсат не тек по трубе поэтому наверное сейчас гофры обтяну и проблема и уйдет да мне кажется так все надуваем насосом и вперед я включил аппарат заработал насос сразу и вот он сейчас нагоняет бары должно на 2 и 8 отключиться по-хорошему ждем все 2 и 8 она отключилась теперь если я открою этот кран у нас пойдет подача и будет сдуваться бары но кран правда фиганет вверх но посмотрим ой вода пошла друзья это работает нигде ничего не течет не сифонит ну-ка сейчас везде все проверю чтоб нигде ни капельки воды не было так ну смотрите штука собрана все теперь она будет подавать мне воду и когда атмосферы упадет до 1.4 то опять включится насос мы еще задача осталось настроить всю систему и посмотреть чтобы когда я буду открывать кран чтобы не было рывков ударов если будут рывки то я буду подкачивать аккумулятор я пустил пока 17 бара хотя мне сказали ну то есть по документам пишут что нужно на 10 процентов меньше чем нижний паров включения то есть ниже чем 14 значит соответственно 1 и 2 где-то вот так сейчас посмотрим как он будет работать если что-то мне не понравится но сдуваю надую то есть опытным путем мы решим этот вопрос что мне нравится сейчас что ничего нигде не течет нигде не сифонит и это самое важное я бы сейчас открыл конечно но я уверен что вода уже где-то прям на подходе поэтому я сейчас сначала все настрою мне все подключу 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 да друзья нет давайте фильм мы еще не заканчиваем сейчас мы все подключим проверим посмотрим как это все крутится выкручивается накручивается выкручивается и если все хорошо то собственно закончим наш фильм на приятной положительной ноте но уже хорошо что у меня как у начинающего сантехника ничего нигде не течет классно не знаю мне слеза пробила потому что для меня это вот что-то новенькое уже уже у меня начинает котельная формироваться может быть кривенько косенько но Но первый блин имеет право быть немножко комом, я так считаю. И главное, что вся система уже упаковалась компактно, мне это очень нравится. Я вот этого очень сильно боялся, что когда я начну комплектовать все, компоновать, у меня будут проблемы с тем, что будет очень много оборудования стоять не на своих местах. Так, знаете, чего не хватает в этой системе, друзья? Только что сейчас в этом подумал. С брасника. Вот если мне сейчас надо все с системы слить, как мне это сделать, я пока не знаю. Поэтому, скорее всего, мне нужно сейчас рубануть вот эту штуку и поставить здесь тройничок. Да. Так мы и сделаем, чтобы можно было с системы сливаться. Так, берем за основу высоту ведра. Хотя ведро сливать время тогда придется. Так. Турции. Так. 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 Аминь. Друзья, смеркалось. Мы сделали колоссальную работу по моим меркам. Хотя, если взять вот так вот прям вот в целом, то по сути мы сделали просто водоснабжение в доме. Но это большущая работа. В следующем выпуске я обещаю, что мы начнем развешивать все оборудование по дому. Я прям досконально хочу вам рассказать про все фитинги, все поворотики. Все, что необходимо подключить в случае коллекторно-лучевой системы. И как будет выглядеть моя котельная. Очень много негатива, очень много критики в плане того, что я ввалил кучу денег, а по сути у меня ничего не получится. Друзья, время покажет. Ну а... А! Вот! Точно! Собирать все резьбовое винтовое оборудование мы будем с помощью моей новой покупочки. Моя любимая компания снова меня радует игрушками. Здесь есть трещотки, свечные ключи, полный набор гаек, полный набор накидных и различных ключей, шестигранники, звездочки. Все, что угодно. Друзья, и главное, что все это крепкое. Даже есть вот для труднодоступных мест гнущийся ключ. Вот накидные всякие разные вариации. В общем, мой гараж, которого еще пока нет в природе, потихонечку уже наполняется новыми ништячками, что меня очень радует. Как всегда, ссылка на все мои покупки находится под видео. Я вам честно скажу, на эту замечательную работу я потратил сегодня весь день. Но зато все протечки не протекают, все компрессии комплексуют. Все работает в штатном замечательном режиме. Вот так я затюнил всю эту красотишку. Наверное, все-таки первый блин можно считать комом, потому что для меня это первый опыт. И, возможно, я где-то насовершал кучу ошибок. И если эти ошибки есть, вы, пожалуйста, мне на них прямо смело пишите. Мне же интересно. Но все работает. Так, пока мы идем, я буду показывать. Здесь я сделал выход на стиралку. Не знаю, зачем я использовал 25-ю трубу, если в конце у меня кран на 20. Как говорится, хозяин-барин, да? Далее. Тут я поставил сразу и горячую, и холодную. Холодная всегда ставится справа, горячая всегда слева. Хотя мне для посудомойки было бы удобнее наоборот. Но решил не портить правила. Так, ну и последнее. Унитаз, который чистенький, но не наш. И все. Работает в штатном режиме. Хе-хей! Футорка. Футорку сын в подвал. Жень, пойдем со мной. Так, друзья, не обращайте внимания на эту грязь, потому что здесь у нас будет баня потом. Так, все, мне привезли резиночку, наконец-то, которую я ждал весь день. Так, Жень, мне нужен конец шланга. Такой. А, надо же кто-то воткнуть в баню теперь. Я-то вас ждал, баню надо затопить. Жень, смотри, чтоб не заломило. А, хотя сейчас неважно уже. Там же гидроаккумулятор теперь. Да, теперь, если что, все отключится, и ничего страшного нет, если заломит. Идем вам наливать нашу баню, друзья. В следующем серии какой-нибудь я вам расскажу. Я вам расскажу, что произошло со спа-капсулой за два года. Если вам будет интересно. Пап-пап-пап. Ну, разве в городе так вот поживешь, а? Скажите, он же похож на морского котика, который... А, такого, да, похожа? Я думал, ты про десантников. Одну секундочку подытожим. Вот так получилась эта моя сборка. Скоро здесь еще встанут у меня колонны дополнительные, всякие разные очистные. Друзья, я не стал вам показывать щит, сборку щита, хотя я его собрал сам. Потому что, собственно, в прошлом видосе в комментариях не было проявлено никакого интереса к этой теме. Хотя я спрашивал. Но не в этом суть. Так, здесь мы поставим колонны очистные, здесь и соли, уничтожители. Короче, все, что необходимо, встанет с этой стороны. И еще у меня один такой вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментарии, стоит ли мне называть фирмы все-таки. Фирмы, оборудование, которое я приобретаю. Потому что кто-то считает это рекламой, кто-то считает, что это не реклама, а стоит, наоборот, говорить. Я так считаю, что стоит. Я же, в конечном итоге, буду рассказывать о ходе эксплуатации этих инструментов и агрегатов. Поэтому, ну, напишите. Ну, а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Увидимся с вами буквально через пару дней. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok